Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать топ. Для этого у меня есть такой вот шаблон, он идеально подходит для рисунка нижнего белья, купальников. А я буду рисовать на нем сегодня топ. Топ буду рисовать интересной такой формы, который перекрещивается через шею на грудь. Давайте посмотрим, как это сделать. В принципе, сделать это достаточно быстро и просто. Если вы знаете как. Вот сейчас как раз это буду показывать. Смотрите, принцип такой, что у нас данный топ, он у нас заходит на шею, потом шею огибает и, соответственно, закрывает вот так грудь. То есть тут надо правильно угадать только вот эту линию. Вот он, грудь закрывает. Почему классно использовать шаблон? Мы сразу понимаем, что он это все закрывает. И сюда потом вот так мягко спускается и на талии, в общем-то, прекращается. Потом идет обратно. И вот здесь у нас с вами собирается и немножечко заходит на шею. Вот. То есть вот такая конструкция, которую мы с вами делаем. Что здесь повыше? Вот эту часть надо повыше. То есть понятно, да? И еще будет спинка. Давайте я сейчас покажу, как это будет смотреться на человеке, а потом мы с вами сделаем, как это будет смотреться без человека, чтобы было понимание. Соответственно, здесь будут вот такие линии. И смотрите, я рисую одну сторону, только одну. И это мне будет намного-намного проще. Это пример, как работать быстро и эффективно. Естественно, многие эскизы требуют много времени. Но есть такие вот достаточно быстрые вариации, которые вы можете собрать, показать заказчику, потом уже доработать. Потому что те эскизы, которые я показываю, они тоже требуют доработки. Потому что я не рисую, например, спинку. Я умышленно это делаю, но если я буду отдавать что-то в производство, то я сяду и буду дорисовывать везде спинки. Для того, чтобы это все дальше пошло. Вот. Это я нарисовала тени. Тени сейчас сразу сделаем полупрозрачными. Не нужны они нам такие жесткие. Вот так. Вот. И здесь, смотрите, тоже основу делаем белой. Линии. Смягчаем. Внутренние линии. Внешняя линия остается такой, какая она есть. А внутренние линии смягчаем. Делаем их более плавными и менее яркими. Вот она ушла назад. Теперь вот эту часть. Вот здесь мне чуть-чуть не нравится форма. Мы ее тоже поправим. Так. Мне нужен инструмент. Опорная точка. Чтобы поправить только вот эту часть. Ага. Значит мне вот это мешает. Давайте попробуем ее убрать. Вот. Мы ее убрали. Таким образом будет эта линия вот такая. И за счет того, что мы рисуем на фигуре, сразу понятно, чтобы у нас с вами все перекрывалось. Вот. Теперь всю эту красоту мы сгруппируем. И создадим ее зеркальную копию от центра. Оп. И смотрите, какая у вас часть должна быть на переднем плане, какая должна быть на заднем. Все накрутилось. Правильно? Это если мы с вами рисуем на фигуре. Если мы рисуем не на фигуре. Давайте я создам дубликат. Взять красоты. И пока у меня остается еще шаблон подложенным, что я здесь буду делать? Я, во-первых, покажу, что вот здесь я вижу спинку. Вот так. Да, я ее нарисовала сейчас чуть крупнее. Мы ее просто на задней плату уберем. Вот. Подровнять ее. Поскольку топ такой весь ходуном ходящий, здесь особо жесткие формы не требуются. Когда у нас там формальные какие-то пиджаки, корсеты и так далее, там мы четко с вами выравниваем форму. Когда у нас изделие такого вот воздушного характера, это не требуется. И нужно обязательно показать, а есть ли у нас что-то по спинке или нет. Например, я понимаю, что по спинке у меня оно вот так все будет пересекаться. И там сзади оно будет каким-то топом смотреться. И я тоже это показываю, что оно у меня будет. И это вот разница на фигуре и не на фигуре. Здесь можно будет показать, там есть какие-то отстрочки или нет. И вот смотрите, здесь я сейчас уберу основу. Шаблон фигуры. И вот такая у меня будет разница. Так, что нужно поправить? Здесь нужно поправить тень. Очень высоко она пошла. И здесь тоже тень. Там сейчас тоже поправлю. Слишком высоко. Здесь тоже. Двойной клик, входим в режим изоляции. И вот. Вот смотрите, она разница. То есть я нарисовала на фигуре, я понимаю, что оно будет так смотреться на фигуре. И вот так оно будет смотреться без фигуры. А потом вы просто это все красоту берете. И можете сделать ее нужным вам цветом. Какое у вас там есть пожелание. Например, розовое. Тоже маленькая хитрость. То, что задние части сделаете чуть темнее, будет смотреться объемнее. Вот. Соответственно, на что будет вот так смотреться. Используйте этот прием. Очень удобно и очень полезно. Продолжение следует...